В Усурийске на краевые соревнования приехали опытные пловцы. Когда-то небольшие городские соревнования Усурочка за 13 лет выросли до масштабных краевых стартов. Теперь в скорости на воде сливнуются более 350 спортсменов. С каждым годом число участников только растет, а соревнования в один день уже не укладываются. Для юных пловцов это подведение итогов учебно-тренировочного года. Плавание в данном случае у нас развивается на Дальнем Востоке. Проходят межрегиональные соревнования под эгидой Всероссийской Федерации плавания. Но Приморский край – это край, где море, реки, озера. Конечно, мы развиваем по мере возможности. Нехватка плавательных бассейнов сказывается, но у нас сейчас по программе будет строительство в Владивостоке большого водного центра. В технике и скорости на голубой глади соперничали спортсмены двух возрастных категорий – от 11 до 13 лет и с 14 до 15. В этот раз плавцы представляли 10 муниципалитетов. На старт заявились 16 команд. Больше всего оказалось хозяев – уссурийцев. За этот тренировочный год спортсменам есть чем похвастаться. У нас в Уссурийске где-то в полгода, за полгода, выполняют массовые разряды порядка 50-60 человек. То есть за год, соответственно, 100-120. Что касается мастеров спорта, у тренера Жученко Натальи Петровны два человека выполнили нормативы мастера спорта. Они из Федерации плавания Уссурийского городского округа. Мы очень за них рады. Полина Свергун, норматив мастера спорта, выполнила на первенстве Дальневосточного федерального округа. Наибольшую уверенность Полина чувствует дистанцию 100 метров на спине. На ней пару месяцев назад девушка и показала нужное время для присвоения разряда, которому шла несколько лет. У меня была цель, я к ней шла, я очень много работала. Я к ней шла два года, я ее сделала. Соревнования у Сурочка проводят в два этапа. Майские дают старт первенству. В ноябре спортсмены встретятся уже на втором этапе состязаний.